здравствуйте дорогие товарищи как я рад что мы снова вместе я здесь а вы там это очень хорошо но главное что мы общаемся вот я благодарю вас за то что вы пишите комментарии это сделали замечание что некоторые комментарии я удаляю до удаляю но я всегда рад дискуссиям которые происходят в комментариях однако когда комментарии залезают мою личную жизнь вот это я не люблю и это я как-то вот это самое это самое но процент удаленных настолько мал что можно не стесняться и продолжать писать дальше с удовольствием все читаю отвечаю реагирую чаще реагирую внутри себя но иногда реагирую публично по-разному ну тем не менее я вас благодарю за это все и надеюсь что мы продолжим наше общение благодарю вас за материальную поддержку канала что тоже очень приятно и как я реагирую на комментарии я же читаю то что вы пишете и когда вы просите показать ту или иную пластинку если они оказываются у меня дома я тут сам их показываю вот например про роли роли гэллафера очень много было написано просьбы поступали показать и рассказать что-нибудь про гэллафера с удовольствием это делаю у меня все пластинки кроме одной есть роли гэллафера нет у меня второго альбома под названием дьюз но на нет и сюда нет как появится так и покажу все остальные присутствуют включая все концертные записи правда сейчас выходит все время что-то новое что-то новое какие-то не опубликованные записи какие-то записи на радио где-то еще с каких-то фестивалей акустические версии известных песен и от бракованные видимо какие-то треки то есть песни я не люблю слова треки вот так что коллекция коллекция пластин крови галахера пополняется постоянно это я говорю не просто так а говорю к тому что многие не знают вообще такого музыканта как роли галахер музыканты знают все а если говорить о массовом слушателе то это вряд ли я имею ввиду знакомство с его музыкой и как написано в одной рецензии я недавно прочитал как раз величайший неизвестный музыкант но то что неизвестно это фигурально сказано конечно но широкой публике он конечно неизвестен по одной простой причине что галахер не писал хитов у него вообще нет хитов а если у человека нет хитов у музыканта значит по радио его не крутят значит широкая публика его не знает все очень просто но при этом у него на момент там написание рецензии которые опубликованы в интернете а это было давно давно продано 30 миллионов пластинок согласитесь нормально да но сейчас их продано гораздо больше потому что все время альбомы переиздаются меня вот переиздание я купил про практически все пластинки галахера переизданы и как я уже сказал издается еще не опубликованные разные версии то есть продано пластина гораздо больше 30 миллионов это говорит о многом но и о том же самым говорят и отзывы таких музыкантов как эри клептон алекс лайпсон из группы rush до брайан мэй из группы queen если кто не знает тоже который называет галахер величайшим гитаристом а брайан вообще сказал что я начал гореть на гитаре после того как услышал галхера это очень круто если гитарист он помрачительный но здесь мне хочется сказать еще одну вещь я читал интервью которое брал роберт фриб джона маклафлина но это точнее не интервью это стенограмма беседы когда два изумительных музыканта сидели дома у джона маклафлина пили хорошее вино и беседовали о музыке о жизни о том о сём о пятом десятом и кто-то из них сказал я не помню кто именно то ли фриб то ли маклафлин что есть люди которые слушают гитаристов а есть люди которые слушают музыку это разное восприятие того что мы слышим в случае роли галахера эти вещи совмещаются потому что и как гитариста его можно слушать с огромным удовольствием и интересом и музыку его можно слушать тоже с огромным интересом и я подчеркиваю что на самом деле это разное восприятие когда слушаешь музыку например мадди у оторса до скоташий клубedral гитаристов заточенные гитаристов когда ему стоишь в модди вот он говорит молоча там слыш то вообще ничего не и что там играется человек бы ander человек слушать музыку при этом будущем гениальным гитаристом музыкантом сам слушатель до он слушает музыку и он слушает музыку и он никогда не скажет что этот человек плохо играет на гитаре Потому что главное не то, как человек играет на гитаре, а главное то, что получается в результате его игры Потому что мы слушаем то, что получается, мы слушаем музыку Ну, Жори Галахер это фантастически техничный, профессиональный, с невероятной фантазией музыкант И с технической стороны его интересно слушать, и со стороны того, что у него получается Вот такая преамбула, растянутая во времени Многие знают, наверное, все знают, но из тех, кто смотрит меня, наверное, все знают группу Taste С участием Рори Галахера Это не первая его команда, там несколько раз менялись названия, менялись музыканты В конце концов сформировалась группа Taste Которая выпил два альбома Выступала на фестивалях, была очень популярна И распалась она по неизвестной мне причине И никто не может сказать точно, почему она распалась Потому что корни распада группы, они всегда внутри артистов, внутри их отношений Внутри их взглядов на музыку, на творчество, друг на друга И это очень личная история всегда О таких вот историях, когда вот пришла Йоко Оно и развалила Битлз Это чушь собачья Ну, так не бывает Не бывает, что кто-то пришел, развалил Значит, не группа и была, если пришла Йоко Оно и развалил То же самое с группой Taste Мне кажется, что в силу того, что я слышал все пластинки Рори Геллахера, сольные А основной массив его творчества, это именно сольные пластинки, а не то, что было в Taste Мне кажется, что в рамках группы вот этой Power Trio Ему было просто тесно Потому что настолько у него широкий охват, широкий спектр музыки, которую он играл Что играть в Power Trio, играть вместе с Cream Они играли, по-моему, они открывали концерты Cream Они открывали концерты Blind Fate И играть вот это все в этом формате Простите меня за это слово Такой тяжелый блюз-рок с длинными импровизациями Ему было тесно Потому что у него альбомы и с джазом, и с уклоном в тяжелый рок Что есть, кстати, даже на первом альбоме И фолк, и чего он только не играет И при этом всегда остается самим собой Оставался он, к сожалению, его с нами нет уже довольно давно По-моему, в 1995 году он покинул наш материальный мир Но то, что он записал, настолько все разное Настолько, казалось бы, не пересекающиеся какие-то направления музыкальные И при этом все равно слышно, что это он Даже когда он не поет, а когда он просто играет на мандолине Скажем, как на одной из пластинок, которые я покажу И, конечно, ему нужно... Это лидер Это человек, это большой музыкант Сам себе музыкант, сам себе режиссер Ему постоянная группа Постоянная группа, что продюсеры же, выпускающие альбомы Они форматируют все равно Им надо продавать, рекламировать Как-то называть эту штуку Блюз-рок, пауэр-трио Это уже... Это уже рамки А для Геллахера не существовало рамок И, как я уже говорил, он не писал хитов Ему было неинтересно писать хиты Ему было неинтересно играть в рок-звезду Его приглашали в 1975 году в Rolling Stones Если кто не знает После ухода Мика Тейлора Он отказался Его приглашали в группу Deep Purple После ухода Ричи Блэкмора Он отказался А Deep Purple были на вершине тогда Просто мега популярная группа Про Rolling Stones я вообще не говорю Это боги рок-н-ролла Простите, Beatles это боги А Rolling Stones это лучшая группа в мире И он отказался от того и другого предложения И он продолжал играть свой бесхитовый Абсолютно блюз-рок, фолк Все что угодно Свою музыку И пластинки продавались отлично Все было хорошо То есть, говорят о том, что не обязательно иметь хиты Не обязательно Ну, первый альбом 1971 год Здесь уже все понятно Landromat Первая вещь Про то, что я ночую в прачечной И у меня нет штанов У меня нет одежды Которую могу надеть Заходите ко мне И мы прекрасно проведем время Бешеный совершенно Ну, это можно сказать Что это хит его Конечно, Гава Хера Потому что это одна из самых известных песен Наверное, на всех концертах он ее играл Бешеный риф безумный Вот этот третий альбом Концертный Live Вот здесь играет этот самый Landromat И Можно послушать именно концертную версию Первый альбом концертный Как раз Третий альбом по счету в дискографии Бешеный риф Вот эта И невероятная соло И вот это Вот это состояние Когда я нищий Я ночую в прачечной У меня ничего нет Ни хрена Ну, приходите сюда И мы Как бы Все будет окей будет блюз главная фишка да с этой песни начинается первый альбом гэллахера и казалось бы дальше пойдет уже такое рубилова ну бац джазда смайл вторая вещь акустический тире полу акустический психоделический номер неожиданно какой-то такой вспоминается и калифорнийские какие-то дела там конца шестидесятых годов неожиданно вот это вот какая-то такая психоделия не космическая да там пинк флойдовская какая-то там у гритву дедовская а именно так такие какие-то хиппанские такие истории акустический раз вроде да вроде тот же гэллахер и все как бы неожиданно дальше а фолопад песня по форме по структуре это абсолютно прямой белый тяжелый рок она сыграна не так громко не так тяжело как там депелку например да но по фактуре по фактуре по структуре по построению по гармонии по ритму по свингу по всему это чисто роковая песня с шикарным гитарным соло вроде все а где же вот этот самый блюз рок где же тест где же вот это все нет это совершенно другой стиль wave myself goodbye потом идет полу акустический полушизофренический блюз на фортепиано играет винсент крейн из группы атом и крустоф еще одна фишка бабах hands up следующий номер это уже мы возвращаемся все-таки клан драмат все-таки это блюз рок правда он такой в меру сумасшедший в среднем темпе ну достаточно тяжелый очень интересно на второй стороне сына бой и такая игра на слайд-гитаре где галахер музыкой показывает демонстрирует все грехи своего вот этого героя этой песни все все те гадости которые сделал своей жизни это настолько настолько визуально яркая музыка его соло гитарная здесь настолько она зрительно просто пробирает что забываешь о том что этот человек играет на гитаре уже пофигу абсолютно на гитаре играет слайд великий гитарист все про это забываешь обидишь и слышишь вот эти звуки неистовые совершенно выматывающие душу а какие совсем бешеные for the last time следующий номер опять приходим к традиционному вроде бы року с прямым гитарным соло но такие дикие флажолеты на гитаре атомные просто чем славян галахер такая игра настолько это неожиданно и круто сыграно что просто мама дорогая и целью ямно surprised 2 полу акустических номера и целью просто хорошая баллада красивая не люблю это слово но тем не менее она surprised снова винсент крэйн на фортепиано очень интересно очень странно и can believe it's true последняя песня опять-таки blues rock вроде в среднем темпе и галахер играет на гитаре и на саксофоне так так неожиданно так интересно так круто первый альбом роли галахера одноименный 1971 год очень сильно рекомендую а дальше мы продолжим уже и про вот этот концертный альбом и про все остальные записи галахера там есть что послушать есть что рассказать есть над чем посмеяться и есть о чем поспорить так что я пошел пить